здравствуйте друзья вечер четверг что в четверге главное что завтра пятница вот так что еду я с работы и тема у меня сегодня вечерняя неожиданно скажем так вчера я не ожидал что я сегодня на эту тему буду говорить мы вы видели там втроем снимали такой сюжетик с хвостовичем и романом степанов у нас не было темы надо сказать что вообще-то дайте вечер рабочий день там подустали действительно я сказал что энергетически так сказать эта встреча могла бы быть более насыщенную так уже вышло вот мы там уставшие собрали уставшие собрались и не было темы ну точнее саша хотел бы что-то такое но я чувствую что ну совсем как то вот на эту тему я не смогу как то уже совсем ничего не скажу и так вот а я перед этим разговаривал с ириной из орегона и я бы за счет вот тут женщины про понты может вам тоже есть что сказать тем более мы там как бы из разных совершенно слоев таких возрастных и социальных в общем интересно ну а может быть удастся поговорить на эту тему значит и вот это такая тема пошла может быть не самая лучшая тема но вот не было не было толком продумано действительно но тут дальше что получается значит хвостович все это поснимал на камеру gopro вот примерно как у меня которая сейчас использую разговариваю с вами единственное что у него там какая-то четвертая модель уже я не помню silver black там с экранчиком такая вот он и он гадать я за всех сниму потом порежу и все ну действительно давай так проще в общем все это он собрал там смонтировал нам раздал с утра вот я ткачнул и повесил соответственно и хвостович повесил и роман повесил и мы так дали ссылки ну те из вас кто смотрел те смотрю а я смотрю ночью все-таки трафика много там за за сутки там 7000 потому что ну хвостович народу много и у романа романа совсем много я имею ввиду просмотров на видео вот то есть у нас примерно одинаково подписчиков но активность подписчиков разных вот у романа 26 тысяч человек посмотрели значит и идея вообще у блогеров когда они вместе снимаются идея такая чтобы люди которые знают кого-то одного узнали что есть еще и другие тоже но вот я например не думаю что те кто у нас на канале часто бывают что они могут не знать хвостович но это это сложно представить у нас в общем бывает бывал неоднократно даже если вы вы не знаете напрямую то у нас он у нас попадался а вот романа у нас не было поэтому я думал и сейчас надеюсь что довольно многие вот для себя открыли у нас он недавно совсем занимается блогингом то месяцев 8 то есть я подумал что это будет интересно вам что папа и совершенно замечательно и мне очень нравится вот значит соответственно хвостович там показывает меня я думаю что меня у него все знают даже почти не ругаются когда я там появляюсь и соответственно такой wild card да так это непонятный такой картой был канал романа потому что я посмотрел что у него там происходит у него как бы знаете ну вот такой сериал что ли идет вот когда-то был наверное вы вы не помните вам помоложе в основном вот был такой шустрик и мямлик был такой сериал мультяшек такие они куклы такие были на на ниточках шустрик и мямлик я тогда маленький вот такие очаровательные были купить вот потом там я не знаю там ну погоди да тоже такой сериал и когда выходит очередной ну погоди вы ожидаете что будет волк и заяц и волк будет кричать ну заяц погоди вот как бы это понятно что так должно быть вот вы подписываетесь на сериал там волка с зайцем или там скажем маша и медведь так вот и вдруг выясняет что там не маша и медведь а сидят там два эмигранты и рассуждают допустим не знаю но о чем-то вот кто больше получил денег когда родину продал за большую сумму вот кому удалось больше будет за белоруссию мало дают там за россию меньше там нефть упала ночью вот эти сидят и обсуждают где же большие медведи и начинаешь нервно ставить дислайки кричать отписка там еще чего-то и вот это произошло значит с романом я не думаю что там какая-то отписка у него произошла существенная хотя там несколько человек там громогласно вообще возмущались вот но все-таки 26 тысяч человек посмотрела и тут не 600 дислайков к этому моменту было на 800 лайков там 600 дислайков это для него неслыханный совершенно такой расклад в пропорциональном смысле это было что-то невероятно все никогда не было столько дислайков то есть он потряс за глубины души свою аудиторию надо сказать что процентов 95 возмущений пришлось на хвостовича которого почему-то я не знаю так сказать совершенно в против в явном противоречии со здравым смыслом и факт и фактическим таким содержанием и вот как называют я здесь пидорасом и так они как-то в ругательном смысле это все и то есть даже если бы он там придерживался до подобных взглядов на жизнь но в конце концов ну господи боже мой вот разные люди бывают но тут что-то совсем они какие-то остерменевшие озверевшие хорошего слова нет как-то вот так для них а плохого тоже нет то есть а очень плохие я не говорю вот поэтому и плохие не хочу это не соответствует нашей карме но я на самом деле позитивно все это рассказываю и они ему к ультиматума там этому роману ставят и в общем и боже мой как они на него накинулись я думаю найти думаю я подумал про вас я подумал про вас я думаю боже какие у нас хорошие люди приходят на наш канал и они в общем то не обязательно там скажем согласны с чем-то но во всяком случае они не ну вот нет такого вот и даже близко такого нет и в общем то они признают за мной право на то чтобы там попробовать и такого и сякого и даже если допустим там я приглашу кого-то непопулярного вот у нас например последний раз когда никол бородянский был очень прилично выступал у него там дислайков было десять процентов это совсем ничего у меня вот тоже на многих видео в там в районе десяти процентов бывает это нормально вот допустим вот до этого как-то его недолюбливали я не знаю что то он там может не так рассказывал вот там было но все равно но чтобы там у нас никогда тридцати процентов дислайков не было там если 20 это я даже не знаю там два раза в год давайте то есть все таки наш зритель он как-то на нашем канале он такой более терпимый и он понимает что мне тоже надо что-то посмотреть и попробовать там еще как-то хотя у нас тоже есть нелюбимые какие-то персонажи вот например но хвостович как к нему привыкли уже не трогают но допустим вот на флориду ялту налетали и на и на олю брукман налетали и на самую наташу квик налетали но она правда когда у нас тут было может быть мы слишком часто что и показывали даже не знаю но вот я знаю что какие то есть такие антипатии наташа любит меня показывать у себя на канале какой фильм сделаете давай показывать и тоже ей там за меня достается то есть вот у нее на канале там если которые меня не любят дам ну в общем чего я говорю и я знаете раз чувствовался я думаю иногда смотришь там вот вот тот же роман да у нее там за 8 месяцев там 100 тысяч подписчиков я думаю надо же там еще еще там 8 месяцев пройдет еще там год пройдет можно это полмиллиона будет и я знаете что подумал я подумал пусть я за пять лет там при нынешних темпах вот пусть я за пять лет там еще 100 тысяч вот таких хороших как вы значит заработаю заслужу так сказать выстрадаю вот чем допустим за там не знаю за полгода полмиллиона придет вот таких как там пишут гадость всякие я даже я честно не знаю зачем вот кому-то их развлекать то есть когда другие люди вот и у них вот эта аудитория думаю это она зачем но это их дела я как бы не вмешиваюсь значит значит им нравится вот но во всяком случае я заценил я очень заценил вот наша аудитория и мне может сказать подумаешь там разве это не очевидно разве мы тебе сто раз не говорили что у нас вот тут на канале такая публика там и так далее говорили и говорили и очевидно ну ну да очевидно но понимаете но так одно дело вообще очевидно а другое дело вот так бах по лбу и думаешь но ничего себе очевидно вот так вроде да как-то очевидность стала более выпуклой вот вот что я хочу сказать я я хочу вас поздравить, поблагодарить что ли, как-то вот поделиться вот этим чувством признательности, вот appreciation да, как по-английски говорят вот, на меня такое нахлынуло такие чувства, я вот сижу, видите, у меня салфеточка я думаю, вдруг у меня там слеза потечет, вот и я, значит, у меня салфеточка есть видите, я специально заготовил, вот, пожалуйста потому что растрогался, и свет у меня тоже, а эти жены жены-то они, господи и она говорит, я тебе сто раз говорила я тебе говорила, вот у тебя такая аудитория, вот ты не ценишь говорит, надо женщин привлекать говорит Света я говорю, а как женщин-то привлекать может мне приодеться как-то она говорит, нет, говорит, женщин им нужно добро и позитив ну, не в смысле, как у некоторых, а вообще в целом и вот в этом порыве, между прочим, Света привела Анну Гак вот, которая рассказывала, да, как Анна вообще мастер рейки помимо всех дел, которыми она занимается она преподает рейки и она делала мне инициацию то есть вот у нас некоторое время назад мы проходили курс там я брал, я проходил инициацию Света повторно проходила и Анна Леонидовна наша тоже из нашего описа, да Анна, она тоже проходила инициацию еще там пара друзей у нас были и то есть мы с ней знакомы лично и, конечно, совершенно потрясающий энергетический человек вот, и Света говорит надо вот Анну позвать она, значит, будет нравиться женщинам я думаю, она, наверное, и мужчинам нравится вот так что мы стараемся мы действительно стараемся и мы все время думаем что бы такого сделать чтобы ребятам понравилось там, вот, что-то давно не снимали опенхаус они уже нас любят, опенхаусы затюкивать нельзя нельзя вот так выйти там сразу, там, 10 домов пока даже 5 многовато за день там, или, может быть, за 2 многовато бывает ну, так вот, знаешь, как поедешь там наснимаешь вот интересных собеседников да тут у меня список есть интересного народу надо только так, по времени, знаете, тоже когда человек может в офис попасть так это одно а когда надо куда-то ехать встречаться и так далее это сложнее так, тут солнышко я переверну камеру так вот такие вот такие вот пироги ребята вы обалденные я хочу сказать и если у кого-то сомнения на этот счет вот вы даже не сомневайтесь и я хочу сказать, что мы можем если вы знаете что вы обалденные значит ставьте лайк вот так я скажу пусть все знают что вы обалденные вот и я как бы буду стараться показать что мы это ценим и понимаем и в общем-то нам других не надо честно вот я так посмотрел думаю не променяем ни в жизнь вот наши самые лучшие счастливо, друзья!